Доброе утро! Для вас уже добрый вечер. У меня начинается третий день моей поездки. Собственно, на заднем плане вы видите мою машинку и отель, где я остановился. Город Сан-Симеон, это где-то примерно 200 милях от Сан-Франциско и где-то миллион 150, ну сколько же, наверное, от Лос-Анджелеса. Где-то половину ехать в отель, где, собственно, находился такой, знаете, типичный, как фильм их показывает. Ну, точнее, я в фильмах еще видел такие бывают как бы P-образные, но это то же самое, только прямой. Собственно, планы сегодня у меня очень грандиозные. Сейчас у меня время 8.30, я просыпаюсь всегда примерно где-то по 6-6 и уже бодрячком. Когда меня начинают подрубать в 5-6 вечера по местному времени, то есть прибавляйте 10 часов, то я выпиваю там кофе. Вот и всегда ложусь обычно в часиков 10, потому что закат уже 8, но одессе как бы шляться мне особо смысла нет, чтобы были силы на путешествия. Все, дальше лучше, как все красиво и надеюсь вам нравится то, что вы видели в предыдущих двух сериях. Серия третья, поехали! Вчера я предпринял попытку скупаться в океане, но он на самом деле очень-очень холодный, вот там нереально, то есть реально даже ноги сводит, когда стоишь там буквально меньше минуты. Вот, ну и сейчас я от отеля недалеко отъехал, где вот вы сейчас видели видосик, то есть пешком минут 5 и ты попадаешь вот в такое место, вы сейчас уже по шуму слышите, ну и сейчас соответственно увидите. Вот, пожалуйста. Тихий океан. Ну, кстати, сейчас протестируем чаек, потому что в Малибу чаеки не особо боялись, ну точнее они улетали, когда так не подходил на расстояние там, не знаю, там может быть метра, потому что в Сочи, в Анапе чайка хотя там за минуту, за метров двадцать летает. Да, эти более пугливые. Ну, собственно, вот он, Тихий океан во всей, можно так сказать, красе. Уж не знаю, повезло ли мне так, но вот второй день, утром на самом деле, океан только видно, когда только-только солнце встает, более-менее. А потом наступает вот такая дымка сзади, как туман, в Сайлент-Хилл. Вот, и часть дороги, конечно, есть в тумане, потому что сегодня даже на видео поснимаю, потому что, хотя бы это не смысл, потому что реально там видно только на метров двадцать-тридцать вперед. Вот второе утро уже, тихий океан вот так выглядит. Тот где-то к часикам двенадцати к часу более-менее распогаживается, распогоживается, вообще-то неправильное слово сказать. Я отъехал от отеля буквально, ну, меньше мили. И сразу захотел остановиться, потому что это просто потрясающе, посмотрите. Это фантастические виды здесь. Слушайте, если такие виды будут каждую милю, я боюсь, до Сан-Франциско из-за недели не доберутся. Только посмотрите. Какая-то красота, какая-то мощь. Ох! В общем, друзья, я для вас этот путь проделываю, чтобы потом могли по нему ездить, а не как там один мой знакомый лебедь, который не слушал, когда я ему давал советы, и в итоге звонил мне в четыре утра по Москве с помощью. Ну, помоги мы в лесу, вандах, что нам делать. Ну, что ж, первая точка, ну, то есть, которую я планировал, знал, что остановлюсь, это Vista Point, где можно... Ну, Vista Point, имеется в виду, что место осмотра, где можно посмотреть на мастерских львов. Хотя, я читал, что вроде в это время они уже не водятся, мы посмотрим. Может, пару штучек осталось здесь. Макомат вам красивый черный ворон. Ну, ладно, надеюсь, хоть одного льва-то увижу я. Хоть маленького. Есть, есть, есть! Вот они присутствуют все-таки. Слушайте, здесь не один, а здесь множество. Смотрите, как он зевает, сладкий. Какие они сладкие, просто невозможно. Хрюкает. На самом деле, потрясающее место. Ну, как оказалось, маленький пятачок. Она смотровая точка, но хочется здесь просто пол дня провести, смотреть на этих морских львов, как они играются. Видите, как люди чешутся, фыркают, гавкают, как собаки. Очень мило смотрят в глаза, так как хочется обнять, прижать. Такая милота просто. Какие-то просто ми-ми-ми в миллионной степени. Музыка, милая, милая. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Я, честно, проехал 10 миль, я уже столько наснимал видео. Мне реально хочется просто минутами, десятками минут эти ролики оставлять. Это потрясающе красивая трасса. Просто, невероятно, волшебная. Ну и, конечно же, пейзажи, которые не передать. Только посмотрите. И, кстати, чем выше поднимаешься, уже вот эта дымка остается по боку. Это просто фантастика, ребят, это сумасшедшая красота. Это пока что лучшая поездка на машине в моей жизни, которая у меня когда-либо была. Друзья, если вы поете, допустим, парочкой, то я вам рекомендую устроить такую романтическую ночевку в месте Raged Point. То есть, с одной стороны, вы видите горы Калифорнии, с другой стороны, океан. Вот очень красивое место. Поэтому, если будете на пути, я прямо рекомендую именно здесь остановиться. Это, естественно, бронировать через букинг заранее. Потому что, как показывает практика, резервировать на месте выходит порой очень дорого. Особенно, когда у тебя вариантов особо нет. Но у меня вся поездка, в принципе, уже распланирована, расписана на все три недели. Поэтому, ребят, если захотите романтики, то езжайте сюда. Например, вы уходите. Вот мы сейчас пошли на кампус. То есть, спускаетесь, выходите. Что же вы здесь видите? А вы видите, вот что здесь. Смотрите. Али, папа. Невероятная красота, на самом деле. В общем, если вы решили на машине проехаться из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, либо наоборот, и потратить на этот день, даже не мечтайте об этом. Потому что вчера, только в лайтовой версии поездки без особых задержек, я, наверное, поехал только где-то одну треть пути. А сегодня я выехал, я не знаю, проехал, наверное, миль 20. Но уже 3-4 остановки делал. И я так понимаю, это только начало. И дальше захочется остановиться везде и постоянно. Вот очень, конечно, красиво. Просто нереально красиво здесь. Ну, вы сами все видите. Смотрите, в первой пляже. Там вот как раз... Надеюсь, видно. Тут пляж. Волны, гигантский прибой. Скалы. Фантастик. Фантастик, ребят. Прям не ожидал, что это очень... Так круто. Я даже не знаю, что меня в Йосемите живут. Потому что, конечно, в Йосемите или в парке Брайс, там вообще просто можно глаза потерять. От красоты я имею в виду. Это все территория отеля. Ну, на самом деле, если думать о каком-нибудь свадьбе путешествия, там, аниматичные поездки, это место, я думаю, даже... Ну, я не знаю. То есть, я здесь, понятно, что задник с ума сойду. Ну, в целом, чтобы переночевать в достойное место, особенно, если девушка едет. Будет очень мило, романтично, красиво. Ребят, сейчас готовьтесь. Будет очень красиво. Смотрите. Фантастика, да? Там, кстати, тропинка едет, я, правда, не знаю, куда она ведет. Фантастика, конечно, может туда спуститься, но... Видали мы горки и попуще. Кстати, мочу пищу, например, в том же. В общем, сейчас попробуем спуститься вниз и при этом не пострадать. Да-да-да, вот мне надо вон туда спуститься в самый-самый вниз. Дорога, в принципе, для спуска годится. Я вот, например, в своих кроках спускаюсь. И ничего. Ну, естественно, они у меня зафиксированы, чтобы не слетели. Хотя, я думаю, при желании, здесь можно и босиком спуститься. Смотрите. А, лепотища? Там я уже, кстати, вижу бревнышко. Кстати, Костя, Оля, если смотрите, вот у меня спрашивала, как идти на дискотеку, на каблуках или нет, я искал никаких каблуков. Так вот, в эту поездку тоже каблуки выкинь, только кеды, только кроссовки. Да уж, ребят, здесь аромантика просто зашкаливает. Кстати, когда я вижу, что здесь можно потерять зрение от красоты, я думаю, что здесь можно еще навернуться и тоже что-нибудь потерять из-за красоты, потому что полез смотреть и снимать эту вещь, эту вещь. Ну, мы зато идем на подобие, некоподобие дикого пляжа. Я, кстати, внизу людей не вижу. Посмотрите, какая это красота! Красотень! Ну, почти уже на финишной прямой. Главное, чтобы эта прямая была не столь быстрая. Судал, чтобы она была безопасна. А вообще, когда... Многие меня спрашивают, когда смотрят, видос мачкаешь, как ты там стоял, когда на обрыве? Ты реально там стоишь, что у тебя внизу там 500 метров у скалы. Я не знаю, знаете, когда там стоишь, это вообще как-то не чувствуется. Даже ты, когда представляешь дома где-нибудь, что ты стоишь там на краю, что-нибудь такого, тебе кажется, ох, как страшно. А когда там оказываешься, я не знаю, что-то в мозгу происходит, что тебе, в принципе, на это все параллельно. Поэтому будьте, ну, будьте аккуратней. Потому что тебе все равно, это еще не значит, что нужно прибегать с миром безопасности. Нужно быть аккуратным. Мы с вами оказались очень уютным, и на самом деле немножко в стремном месте. В смысле, здесь, конечно, страшновато. Зато посмотрите, какие здесь виды открываются. Как там дикапр отвечал? Я король мира! Как-то так он орал. А я, кстати, не кричите. Я думаю, пока идея, молодец, там обвал, камень, что-то будет. Та-дам! Ну что, мы дошли? Я дошел. Вы тоже, вы смотрите мой канал, поэтому, считайте, мы вместе пошли. В тот момент, когда я хотел уже развернуться, я просто думал о том, что вы меня увидите. Смотрите, как романтично. как мило. Ребят, вот это романтика. Нереально, вот я если с невестой там или с кем поеду, я обязательно сюда пойду. Не захочешь спускаться, я тебя скину сюда. Вот, и, собственно, здесь сегодня очень красиво посмотреть сами. это просто настоящий стих океан. А сзади там еще бьются лучи света. А мы их видим. Друзья, в общем, однозначно, эта точка требуется для остановки, даже если вы не хотите в кафешку, взять и поесть там или посмотреть на вид, который вам... Но... Нет, кстати, океан реально ледяной. Вот, смотрите, сколько времени пройдет. Пошли так. Вот у меня ноги в воде находятся буквально. пипец, они у меня уже просто не имеют. Она ледяная. Поэтому, если вы думаете, здесь купаться можно в гидрокостюме или как оно там называется, даже не думайте об этом. Вода реально очень холодная, очень ледяная. Смотрите, сейчас на ногах мои адски холодные. Реально как будто наживы отрились. Давайте еще раз специально для вас. Я это сделаю. Смотрите, сейчас будет... пошли. Ах, адский холодный. Мне реально очень холодно. Vision Point. Обязательно к посещению. Если сюда не заехали, вы какашка, какашка, какашка. Ребят, советую по обуви. На самом деле, можно там шутки-шутки шутить, но кроки чем удобны? Тем, что в них можно ноги мочить. Если будете в кроссовках, они у вас будут, конечно, мокрые. И по песку, конечно, не очень комфортно. Поэтому одевать удобную обувь. Ну, у меня кроки удобнее. То есть, она вот на таких штучках фиксируется сзади. В принципе, уже нога никуда не уедет. Ничего больше не случится. Ничего. 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 Большое не присуяется. Ничего. 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 Дороги. Не новое, а заново Один и об одном Дорога мой дом И для любви это не место Дорога мой дом И для любви это не место Дорога мой дом И для любви это не место Дорога мой дом 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, вот и первый облом в поездке. Дело в том, что я планировал посетить как раз в обед парк штата Джулия Пфайфер, но он закрыт, видимо, из-за огня, и поэтому день сегодня у меня более свободен, чем я планировал. Ну, считайте, я часа три-четыре сэкономил. Каждый, каждый день, когда не выходной, стоим в толпе на адской проходной, гасим свет и в темноте спускаемся в метро, в любой сезон, особенно зимой. Хоть я не верю в Бога, но все-таки на небесах можно оказаться даже если ты ведешь не то что правильную жизнь, а вообще даже не веришь во все это. Сейчас вы увидите, где я нахожусь. Я реально нахожусь на небесах, потому что по-другому это назвать невозможно никак. Так. Вуаля. А? Это все облака. И до облаков еще вниз прилично, на метров сто, наверное. Ну, не стоят, у меня там 70 точно. То, что вы сейчас увидите, это, пожалуй, самое красивое, что я за сегодня видел. Что, готовы? Ребят, завидуйте! 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 О, мау-�а, я не знаю. Я уже успел заселиться, но там, на самом деле, ничего интересного. Монтерей, на самом деле, городок ни о чем. Причем, такое ощущение, что там живут один латинос, ну, визуально. Ну, и, собственно, смотреть там нечего. Вот я заселился, бросил лезть и сейчас возвращаюсь обратно. Вот примерно где-то 40 минут езды на машине от города. Еду на Пфайфер бич, чтобы встретить закат той скалы, которую я вам уже показывал. Ну, а сейчас по пути, естественно, 40 минут, это не просто если ехать, но по пути есть уже несколько поинтов, которые я приметил и которых планирую посетить. Вот в том числе сейчас это один из них. Сейчас сами все увидите. Эту красоту, красотичь нереально. Движение Ааааа Аааа Знаменитый мостик, вы можете вот эту часть видеть. Знаменитый мостик. Тот чудо, тот момент, когда ты находишься над облаками. Посмотрите, какая красота. Ну вот если рай есть, то, наверное, там ангелочки где-то так постоянно все видят на небесах. Сейчас с вами попробуем посмотреть мостик. Возможно, он будет видно, но, если честно, я еще не сомневаюсь. Если там было видно, хрен знает как, то, может быть, здесь нибудь получится. Ну да, мостика нет. Мостика совсем нет. Он должен быть где-то вон здесь. Да. Или здесь. В общем, он тут должен быть, но его нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сегодня были очень красивые виды. Я проехал путь от Сан-Симеона до Монтерей. Это примерно, мне кажется, где-то около ста миль. Дальше может быть поменьше. Ну, примерно так. Вот. Очень красивые виды. И, с одной стороны, я был лишен тех видов, которые обычно есть, когда нет вот этой туманности, облаков. С другой стороны, с другой стороны, ни за что бы не было видосиков, где я парю над облаками. Потому что, конечно, тоже очень красиво, очень захватывающе. Вот. И, я не знаю, там, если будет видно, там вот ребята на тёмке катаются. На самом деле, в путешествии есть один минус. Что все эти необычные и красивые места, которые встречаются, они становятся обычными. Ну, потому что ты там побывал, как ты видел, и само ощущение, что ты здесь, оно улетучивает вот этот волшебник, ну, уник волшебства. Но это, на самом деле, очень прекрасный момент, потому что в этот момент, когда всё это ты видишь, как ты, ну, не делал, когда-либо будешь, а ты, пожалуйста, не скажешь далёким, ты понимаешь, насколько мир гигантский, ты понимаешь, насколько мир прекрасен, красив, и очень классно, что у тебя есть возможность решить. Потому что ещё пару лет назад в городе планировалось когда-либо путешествовать этим заниматься, а сейчас могу тебе это позволить. И очень рад, что в таком замечательном красивом месте. Сейчас тот самый момент, когда я начинаю немного жалеть о том, куда я забрался. Вот та гора, которую мы видели, высокая, вот она. Я, собственно, на ней. Валденно. На самом деле, я сюда когда-то забирался, я думал, нахера я это делаю. Вот, и спускаться не хочу по двум причинам. Во-первых, здесь очень красиво, потрясающе. Во-вторых, естественно, немножко стремновато. Потому что здесь достаточно очень круто всё сделано. Давайте я небольшую экскурсию по этой горе проведу. И надеюсь, не упаду. То есть, видите, там аккуратнее, там, ну, удовольствие то ещё. Вот небольшая экскурсия по этой скале. Ну, я ещё не знаю, как по вечерам сюда люди забираются или нет, но вот здесь была и парочка, и я, и всё. Больше никто сюда не забирался. Скажу честно, если бы я не видел здесь человека, я вообще подумал, что сюда забраться нельзя. Вот, поэтому я думаю, что если кто сюда поедет, если вы в себе уверены, ну, на самом деле, это не так страшно, как кажется, вот, но если вы в себе уверены, то обязательно поднимайтесь сюда. Мне кажется, здесь закаты, встречать это... Вот это, точнее, провожать закаты, это не только романтично, но ещё и... Я даже не знаю, как правильно сказать это слово. Ну, в общем, впечатление точно будет... Это вот не то, что на пляже сидеть в обнимку, здесь в обнимку сидеть будет гораздо интересней. Потрясающе, да? Сейчас я вам покажу листочку, который мне очень понравился. Там лучший вид открывается. Это где я вначале был, здесь, конечно, самый лучший. Здесь, конечно, площадочка есть, можно хорошо расположиться. Там, ну, без венца, конечно, лучше с колокольником здесь не играть. Вот и... У-ху! Здесь, наверное, высота, ну, я думаю, метров... 20-30, то есть как 9-ти этажный дом точно. И... Ну, вы видите. В общем, детям и любителям не повторять, только таким же, чтобы молотно всю голову, как я, либо профессионал. Я, почему-то, сразу вспомнил одного героя из 12 стульев, святого отца Понти, который полез с колбасой на гору, а спуститься не смог. Вот это примерно тот же случай. КОНЕЦ